Жизнь без России. Что происходит со странами, отвернувшимися от Москвы? Сегодня во многих странах мира Россию целенаправленно демонизируют. И понятно, когда негативный образ нашей страны создается в таких государствах, как Великобритания или США, которые всегда были нашими оппонентами и ничем особо не обязаны России. Но как быть со многими странами Азии и Африки, Восточной Европы, с основной частью республик, возникших на постсоветском пространстве? Даже в таких вроде как дружественных государствах, как Казахстан или Кыргызстан, российское и советское прошлое критикуют, а порой и перевирают, стараясь затереть те заслуги, которые были у нашей страны перед народами республик. Но начнем по порядку. Россия и Прибалтика. На протяжении нескольких столетий прибалтийские земли входили в состав российского государства, затем полвека были частью Советского Союза. Но именно в прибалтийских государствах сегодня больше всего говорят о ненависти к советскому прошлому, вплоть до уголовного преследования за советскую символику. Но что представляла собой Прибалтика до России? Прибалтийские народы не имели собственной государственности, а находились под управлением немецких рыцарских орденов, а затем немецкой и шведской аристократии. Но не только верхушка Курляндии или Фляндии была представлена этническими немцами. В руках немцев находился практически весь бизнес, кроме еврейского, они же занимали главенствующие позиции в религиозной и культурной жизни, преобладали среди лиц свободных профессий и даже среди городских торговцев и ремесленников. Кстати, столь ненавистный современный Латвий советский строй опирался отчасти и на поддержку латышских стрелков, а в партийной элите Советского Союза, особенно в 1920-1930 гг. Было очень много представителей латышского и эстонского народов, причем они часто служили в органах государственной безопасности, в Красной Армии, в милиции, занимая ответственные посты. Но настоящим расцветом для Прибалтики стало время включения ее в состав Советского Союза. Именно при советской власти в Латвии, Литве, Эстонии была создана большая часть промышленной и социальной инфраструктуры, проложены транспортные коммуникации. Но самое главное простой народ смог вздохнуть спокойно, его представители получали высшее образование, овладевали самыми разными профессиями. Прибалтика была образцовым и самым богатым советским регионом. Здесь всегда были лучшие товары, в том числе и импортные, лучшая инфраструктура бытового обслуживания. Туристы ехали в Латвию, Литву и Эстонию со всего Советского Союза. Рига и, в меньшей степени, Таллинн и Вильнюс были самыми продвинутыми городами после Москвы и Ленинграда, а в чем-то их и превосходили. Советское время было для Прибалтики периодом расцвета. Сюда ехали туристы, здесь выпускали автомобили, радиоприемники, одежду и прочие товары, расходившиеся по всему Советскому Союзу. Кому сегодня нужны латвийские автомобили в Европе или Соединенных Штатах? Через порты Латвии и Эстонии переправлялось большое количество грузов, шедших из СССР на экспорт в другие страны. Сейчас эстонские и латвийские порты не дают того оборота, который они имели в советское время. И, учитывая непростые политические отношения между Россией и Прибалтийскими государствами, Латвия и Эстония рискуют полностью потерять российский транзит. Для них это чревато колоссальными убытками, поскольку сейчас, как бы в Риге или Таллине не обливали бы Россию грязью, без транзита из нашей страны и в нашу страну они имели бы куда меньший доход. На протяжении столетий Прибалтека была интегрирована в единую экономическую систему с Россией, Советским Союзом, и попытки прибалтийских стран поломать эту традицию не привели ни к чему хорошему. Достаточно посмотреть на невероятные масштабы иммиграции из Прибалтики в страны Евросоюза. Причем уезжает, прежде всего, молодежь, готовая на любой труд в Великобритании, Германии, Польше, только бы не оставаться на родине, где нет ни работы, ни перспектив, ни денег. Средняя Азия и Закавказье Не менее примечательный пример Республики Средней Азии. Еще в советское время, в конце 1980-х годов, здесь также начала подниматься волна национализма, инспирированная заинтересованными силами как зарубежной агентурой, так и местными националистами-выходцами из той самой национальной интеллигенции, так перестававшейся советской властью. Рубеж 1980-1990-х годов вошел в историю Среднеазиатских республик как период массовых беспорядков, конфликтов на национальной почве, межклановой борьбы, сопровождавшихся, разумеется, притеснениями русского населения. Огромный вклад был внесен в здравоохранение, система которого прежде полностью отсутствовала. Благодаря советской власти началась массированная подготовка национальных кадров, в том числе и из числа женщин, которых прежде вообще не допускали к образованию и всячески дискриминировали. Появились свои врачи и учителя, инженеры и вузовские преподаватели. Практически все, что мы видим в Средней Азии от больниц до аэропортов, от железнодорожных вокзалов и самих дорог до школ, от университетов до предприятий, было создано с приходом России. И как только Россия из региона ушла, начался масштабный кризис. В наиболее тяжелом положении оказались Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, где отсутствовали нефть и газ и, соответственно, не было возможности их экспортировать за рубеж. Вследствие этого в названных республиках начался масштабный социально-экономический кризис. В Таджикистане он осложнился гражданской войной. Миллионы выходцев из перечисленных республик ринулись в Россию на поиски работы и заработка, а то и просто лучшей жизни. Даже элита республик считает необходимыми иметь квартиры в Москве, но вряд ли находящемуся в здравом уме обеспеченному россиянину придет в голову идея покупки квартиры в Номангане или Хороге. Наиболее удивляет то, что люди, еще 25 лет назад кричавшие русские, «Убирайтесь!» сегодня вынуждены ехать в Россию, не гнушаясь здесь самыми тяжелыми и низкоквалифицированными работами. Но власти республик не видят или не хотят видеть того, что без России их страны обречены на нищенское существование. Аналогичная ситуация и в Закавказье. Самая антироссийская республика Грузии в советское время была и самой богатой. Из Грузии вышли многие советские руководители от великого Сталина до одиозного Шеварнадзе. Но о советском прошлом грузинское руководство вспоминает теперь лишь с негативным оттенком. В Азербайджане ситуация получше, но и здесь не забывают лишний раз вспомнить о негативном влиянии советского прошлого. Даже в Армении находятся силы, выступающие против России, стремящиеся переориентировать республику на запад. Украина. Некогда одна из самых индустриально развитых и богатых республик Советского Союза, Украина после антироссийского поворота окончательно обнищала. В стране развернулась гражданская война, жертвами которой стали тысячи мирных жителей. Инфраструктура на Донбассе подверглась массовым разрушениям, что касается остальных регионов, то там ситуация не лучше. С западной Украиной цитадели антироссийских настроений и населения в массовом порядке эмигрируют в страны Европы, поскольку уровень жизни стремительно падает. В России находятся миллионы украинских граждан, многие из которых бежали от войны, но еще большее количество прибыло в поисках работы. Сегодня украинские власти пытаются полностью отказаться от советского прошлого. Как и в Прибалтике, введены запреты на использование советской символики, идут переименования улиц, городов, националисты воюют с памятниками, в том числе и Владимиру Ильичу Ленину, которому Украина обязана своим статусом республики. Можно переименовывать города, сносить памятники, но куда деть более масштабное советское наследие? Заводы, фабрики, железные дороги, шахты, больницы, школы, университеты. Даже военное училище, где сегодня готовят кадры для вооруженных сил Украины, в большинстве своем появились в советское время и готовили кадры для советской армии. Что говорить, если многие действующие украинские политические лидеры и военачальники не имеют никакого отношения по своему происхождению к Украине и их предки, или они сами прибыли на Украину как раз в силу того, что республика входила в состав СССР. Тот же Арсен Аваков бакинский армянин, родители которого в 1966 году перебрались из Азербайджанской ССР в Украинскую СССР. Понятно, что отторжение Украины от русского мира, России золотая мечта Запада еще с 19 века. Но насколько оказалось замберванным само население страны, значительная часть которого поддерживает существующую власть, выступает за разрыв с Россией, даже рвет личные отношения с собственными родственниками, проживающими в России. Это и есть главная катастрофа, по сравнению с которой меркнет ухудшение отношений с Прибалтикой и Средней Азией.